Всем привет, ребят! С вами Лина и сейчас мы вместе с вами протестируем супер прикольные игрушки из Фикс Прайса И не только из этого магазина, поэтому, ребята, давайте скорее поставим лайк, подпишемся на канал, потому что у меня тут сидит Ждун и ждет вашу подписочку А также скорее нажмем на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики И если вы все сделали, тогда погнали! Ну а сейчас я хотела бы передать привет Вике, твой комментарий под прошлым роликом каким-то чудом остался незамеченным и не набрал лайков Поэтому, Вика, огромный тебе приветик! Итак, начать я хочу сегодня вот с таких вот светящихся очков Это так прикольно, давайте посмотрим, насколько ярко они будут светить и вообще, будут ли они светиться Это же Фикс Прайс все-таки Там могут продаваться товары какие угодно И не факт, что они там рабочие все Так Все, больше тут ничего нет Каких-то четыре детальки Две вот этих вот на уши штучки Это типа перегородка, я так понимаю И две палочки светящихся Давайте проверим Пока что они совсем не светятся Но нам нужно их согнуть и потрясти Сгибаем Прям ломаю Так, хорошенечко потрясем По руке бить их не обязательно, потому что это больно Надеюсь, я достаточно их хорошо потрясла Сейчас заряжу светом Смотрим на меня Смотрим на меня, светятся они или нет Короче, вставляем Это вот так вот, вроде бы Это вот так Это сюда И сюда И теперь вот это еще Прямо конструктор, не просто очки А реально конструктор какой-то Это сюда надо надеть О Ой, нет Мимо Ну, вроде так Чувствую я сейчас буду таким глупоглазом Ну все, ребят Что можно тут сказать Мои очки готовы Только какие-то они очень странные Все отлетает Все ломается Ну да ладно Ничего страшного Короче, примеряем Как я вам? Ну, вроде как Ничего так, да? Как на учителя немного похоже, нет? Ну что, ребята Как вам моя картинка без света? Чуть-чуть светятся мои очки хотя бы? Напишите обязательно в комментариях Потому что я сама себя не вижу А вот так вроде бы еще потемнее Ребят, короче Пишите свое мнение Идут ли мне такие очки Может быть мне вообще в них сниматься теперь А самое-то главное Напишите в комментариях Как они у меня светятся Увидит ли меня кто-нибудь в темноте Короче, ребят На самом деле Что я вам хочу сказать Не очень удобные очки Точнее, самые неудобные очки в мире Которые я когда-либо мерила Может быть я просто ушки неправильно вставила Это отсюда А это отсюда Так, сейчас еще раз прикину Не, ребят На самом деле это реально неудобно Поэтому нафиг такие очки не нужны Ну а если, конечно, только они не светятся И не привлекают как-то прикольно внимание В общем, ладно Вам решать, насколько хорошо работает этот товар Я буду вам доверять И посмотрю в комментариях Как вы оцените эту штучку Ну а мы идем дальше Проверяем следующую штучку Это будут татушки Вы любите татушки? Хотите себе сделать тату вообще? Напишите в комментариях Это реально прикольно Я не знаю Я никогда не думала о том, что Я хочу тату У меня нет такой прям жажды какой-то что ли Короче, я такой спокойный человек в этом деле Так, что тут есть красивенького? Давайте вместе с вами выбирать мне тату И так как, ребята, у меня нету еще татушки ни одной Это будет первая тату в моей жизни Поэтому нужно отнестись серьезно И выбрать для меня какую-нибудь прикольную штучку Обязательно напишите в комментариях, что бы вы хотели, что бы я себе набила Так, я буду делать, скорее всего, вот этот вот кругляшок Посмотрите, как он необычно выглядит Вроде бы как-то прикольно Но, с другой стороны, не вот такая вот жароптица Как-то что-то меня не очень вдохновляет эта штукенция Вообще весь этот блокнотик какой-то слишком детский И как бы в 21 год петуха себе на руку наклеить Это, ну, мне кажется, слишком А вот этот кругляшок, ну, пойдет, короче Сейчас мы вместе с вами протестируем эту хрень Так, ребят, вырезаем эту татуировочку Не знаю, нужен нам этот целлофан или нет Скорее всего, не нужен Короче, я уберу эту целлофанку и заберу татушку Так, смотрите, здесь, в принципе, так-то инструкция есть Просто мне лень ее читать Итак, нам нужно отклеить целлофан, да Приложить это на руку, помочить водой И татушка будет готова Ну, поехали проверять Намачиваем ее О! Так, чуть-чуть потише водичку надо сделать Прикладываем, как ее приложим Ладно, не важно Знаете, я вспомню о моменте своей жизни Когда я была маленькая, я покупала жвачки Специально с такими вот татушками Которые там шли в наборе И тупо наклеивала их себе на руки И вот так вот смогла стоять полчаса И ждать, когда же эта татуировка сойдет А потом оказывалось, что она дебильная, дурацкая И она тупо не приклеивалась Сейчас мы протестируем эти татушки из экспресса И посмотрим, насколько, как бы, крутые будут они Пока что общий ноль Ладно, ребят, через секунду я к вам вернусь Ребят, у меня все испортилось Посмотрите Это просто жесть У меня вся татуировка просто сбилась Не знаю, стоит ли еще одну протестировать Я так-то, в принципе, скорее всего Сама рукожопа не умеет делать эти татухи Я же говорю, даже в детстве был такой опыт плачевный В общем, ребят, попробовала я сделать вторую татушку Уже так, типа, в спокойной обстановке Сама потихонечку И получилось более-менее нормально Но все равно не идеально Посмотрите Выглядит она примерно вот так И думаю, что набить все-таки татуировки Вот из этого наборчика возможно Но не с первого раза По крайней мере, у меня так Кстати, а еще напишите в комментариях Пробовали ли вы когда-нибудь набить себе татуировку Там из жвачки, как я Или вот, может быть, вы покупали вообще вот такой наборчик Короче, обязательно напишите о своем опыте с татушками Ну что, ребята, следующий товар будет не менее интересный Посмотрите, какую приколюху я нашла в фикс прайсе Это юный археолог Точнее, набор юного археолога Сейчас мы вместе с вами попробуем раздобыть из вот этого камушка Как я понимаю, какую-то приколюху Типа конька-горбунка Так, ребят, сейчас мы его открываем Посмотрите, какой камушек Блин, он такой красивый Смотрите Ух, знаете, это как будто бы гипс какой-то, что ли Или мелок даже Он марает руки, посмотрите И самое прикольное, что здесь нарисована такая вот ракушка Или что это, раковина, да Всякие морские звездочки Блин, это так красиво Но сейчас мне придется это дело все разбить И посмотреть, что же там находится внутри Тут есть специальный такой вот молоточек И вот такие вот, как это назвать? Палочки, короче, вспомогающие Чтобы я по ним била и наткнулась на клад Блин, это оказывается не так легко А это вообще реально? О, пошел процесс Смотрите, камушек начинает немножечко опадать Ух, чувствую я тут часа на три засела В общем, ребят, я поняла, что это видео я буду снимать до утра Вот с таким вот молоточком и с такой вот штучкой Поэтому я решила все это дело усовершенствовать Смотрите, какой у меня есть молоток и отвертка Точно так же все это дело Прикладываем, ударяем Прикладываем, ударяем И смотрите сразу, какие пласты отлетают Не то, что этим молотком И реально, ребят, я не знаю, но сколько часов нужно просидеть, чтобы раздобыть подарочек Стуча по этому камушку только вот такими вот игрушечными, пластмассовыми штучками Мне кажется, это вообще очень долго И я не знаю, то ли это специально производители сделали, чтобы как можно надольше вас занять То ли зачем эта штукенция нужна Короче, я не знаю Это реально очень долго и нудно Если вы хотите побыстрее раскрыть сюрприз, то берем отвертку Настоящий молоток и погнали Но, ребят, здесь тоже нужно быть внимательными и аккуратными Потому что, возможно, этим молотком и вот этой вот отверткой вы нарушите подарок, который находится внутри Кстати, я уже вижу какую-то голубую часть И это так круто Опа Опа Главное себе по пальцам не попадать Блин, мусор от него О, смотрите Вау, все Мой подарок, похоже, я уже нашла Итак, это у нас Эть Это рыба какая-то, что ли Да, смотрите Я нашла рыбку у себя вот в этом вот наборчике Кстати, блин, там, возможно, еще что-то есть Потому что камня осталось еще достаточно много Посмотрите Я совсем немножечко сколола А рыба уже у меня Это прикол Я на всякий случай разобью, пожалуй Так, тут ничего нет больше По-моему, там тоже ничего нет Все Короче, ребят, здесь больше ничего нет Кроме вот такой вот маленькой рыбешки Она достаточно легкая Да и вообще она супер пластичная Гнется во все стороны В общем, ребят, не знаю, заслуживает ли этот наборчик вообще какой-нибудь оценки В принципе, неплохое занятие так на вечер Но лучше посмотрите мое видео Следующий товар, который я хочу протестировать Это вот такой вот гигантский шар Ну, по крайней мере, так тут написано Сейчас мы вместе с вами и проверим Насколько он гигантский, прочный И вообще, смогу ли я его надуть Так Шар действительно огромный Посмотрите, какой На нем, блин, улететь можно Ну ладно, конечно же, шучу Он немножечко порван Посмотрите, на нем косяк Блин, обидненько Но надеюсь, что это не повлияет на его размер Погнали Я уже чуть не потеряла сознание Это нереально, походу, надуть Что за ребят, мне становится дурно Моя голова начинает кружиться И это правда Кстати, ребята, давайте скорее сделаем скрин Со мной и с вот этим вот шариком И кто выложит эту фоточку к себе в инстаграм И отметит при этом меня Я буду вас лайкать А также выберу одного человечка И выложу его в историю к себе По-моему, это очень круто Поэтому, ребята, скорее делайте скрин Если еще не сделали И отмечайте меня Кстати, найти вы меня можете вот по этому нику Либо переходите по ссылочке в описании Обязательно подписывайтесь Я буду следить за каждым из вас А я продолжаю надувать этот шар Он уже такой большой Главное, чтобы он сейчас не лопнул у меня Прямо возле губ Блин, мне уже стремно Ребят, мне страшно Поэтому я не буду его, пожалуй, больше надувать Но он реально очень большой Посмотрите Он перекрывает полностью меня Кстати, для фикс прайса Это очень прям прочный шарик Мне он безумно нравится Поэтому, ребят Если мы с вами наберем 10 тысяч лайков Я наполню его какой-нибудь штучкой интересной Я пока что вам не буду говорить какой Но это будет реально очень круто И мы с вами его протестируем еще побольше А сейчас я его отпускаю И посмотрю, куда он полетит Он просто снес мой пол Ну а сейчас не забывайте нажать на вот эту вот кнопочку Чтобы подписаться А также смотрите вот этот вот видосик Он вам точно понравится Там мы с вами гоняли на катере И соревновались со слаймом Как думаете, кто победил? А ответ вы узнаете, нажав на эту кнопочку Короче, дерзайте Ну а сейчас я с вами прощаюсь Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok